МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это говорит губерния. Судя по тем фото и видео, которые вы присылаете на наш редакционный ватсап, а присылаете вы их часто, практически каждый день, проблема мусора, проблема несанкционированных свалок, проблема загрязнения малых рек вас волнует все время и не перестает никогда волновать. Сейчас вы можете позвонить к нам в программу и рассказать, с чем вы сталкиваетесь? Я имею в виду из этих некрасивых вещей, свалки, мусора и прочее. Телефон прямого эфира 45 66 45. Звоните. Тем более к нам в студию пришел руководитель нового общественного проекта Экопатруль Михаил Череметьев. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Что это за организация новая? Чем она занимается? Организация новая, цели, наверное, старые. А цели вечные? Цели вечные, можно сказать. Ну, в первую очередь, хотелось бы рассказать немножко, да, почему мы все-таки к этому пришли. Ни до кого не секрет, что сейчас то количество представителей надзорных органов, контрольно-надзорных органов в сфере экологии, да, в сфере нарушения экологического законодательства, их, ну, наверное, просто не хватает, можно прямо об этом говорить, да, для того, чтобы предотвратить, выявить и привлечь к ответственности тех нарушителей, или, к сожалению, их достаточно большое количество. Поэтому мы полноценно стараемся помочь. То есть у нас в организации в каждом эко-патруле, а их четыре на сегодняшний день, да, то есть которые полноценно рабочий день, иногда и ночью по обращениям выезжают, работают общественно-экологические инспектора, которые имеют определенные полномочия. То есть вот тот фронт работы, да, контрольно-надзорных органов, да, инспекторов, которые занимаются экологическими нарушениями, ну, наверное, половину, да, работы мы берем на себя, то есть даем полную информацию о нарушителе. Ну, смотрите, ведь, в принципе, есть же аналогичные организации. Вот почему бы потребовалась необходимость еще в новой? Или вот здесь мало не бывает, как говорится? Да, мы, наверное, с этого начали, да, то есть проблема, она, наверное, вечная, да, на данный момент можно так говорить. Поэтому чем больше таких будет организаций, да, которые будут помогать контрольно-надзорным органам, я считаю, тем быстрее мы избавимся от тех насущных проблем. Это несанкционированные свалки, это загрязнение водных объектов, это незаконные вырубки леса. Так что чем больше будет таких организаций и общественников, я думаю, тем легче будет нам дышаться и жить. Вот все-таки, как это выглядит? Выходит эко-патруль, вот у вас их четыре, да, один из четырех патрулей, что они проходят по улице и выявляют, где, значит, несанкционированная свалка, да, или что потом дальше? Или по заявкам это работает, как выстроена система? Ну, первое, у нас работает горячая линия круглосуточно, номер телефона 600 035. Прошу дать его на экранах. В общем, он появился 600 035. Телефон работает круглосуточно. О любом онкологическом нарушении я прошу жителей нашего края, да, сообщать для того, чтобы мы немедленно реагировали. Это первое. Второе. Мы с коллегами с Общероссийского народного фронта отрабатываем информацию, которая поступает на интерактивную карту свалок. Этот проект давно работает, где не нужно звонить, можно поставить точку, да, что обнаружена такая-то, такая-то свалка. Мы анализируем, выезжаем, выявляем. Ну, или не выявляем, слава богу. Это второй путь. И третий, наверное, самое основное, вот с чего я начал. Это четыре экипажа, которые работают, да, они работают на автомобилях. Часть скрытые, часть визуализированы. Есть определенные места, которые, ну, полюбили, так сказать, нарушители экологического законодательства. То есть свалку убирают, а через какое-то время она там может запросто опять появиться. Да, то есть те места, куда это в основном съезды с основных там трасс или улиц в городе Хабаровске, где, ну, регулярно появляются данные свалки. Вот на этих местах у нас скрыто работают автомобили в свободное время. У нас есть телефонный звонок. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый. Вопрос вот такой вот. Вот буквально две-три недели назад было объявление. По частному сертиру проявит машина для вывоза мусора из частного сектора. Вот. Все люди, по крайней мере, по моей улице, мусор вынесли на дорогу и ждали машину. А машины так и не было. А мусор оставили то там, куда вынесли. А мусор до сих пор не живет на дорогах. Ну да, вот, кстати, на самом деле, если вы платите, да, а мусор не вывозится, то это ведь тоже проблема. Хотя очень многие там, вот, желтые пакеты, помню, вводились, да, специальные для того, чтобы мусор собирать. Вот только вот тот мусор, который полагается, вывозят. Но если машина даже не приезжает. Ну, я думаю, что это одноразовое нарушение, потому что вот тот проект, который запустили по сельской местности, по частному сектору, да, это вот так называемые желтые пакеты, он, в принципе, работает, потому что, ну, другого актуального пути решения данной мусорной проблемы в частном секторе, да, мы пока не видим. Да, но там ведь другая проблема собаки, которые раздирают эти пакеты и разносят потом весь мусор по округе. Здесь, получается, конечно, несогласованность, да, то есть тех людей, которые выставили пакеты, понятно, они там определенное время, определенные даты, но я думаю, наверное, здесь просто чисто техническая причина. Ну, и здесь, наверное, не выкопатруль надо в администрацию района, в первую очередь. Конечно, они должны сообщить о том, что перевозчик не подъехал, не забрал, по каким причинам, я не готов сказать. Одно уточнение, Михаил, вот ваш эко-патруль, он работает только на территории Хабаровска или планируется, что география будет шире? Хабаровский край полноценный. Полноценный по всей территории. Да, конечно, потому что у нас большинство тех же, ну, несанкционированных свалок, они за территорией города Хабаровска, в близлежащей местности, да, но в основном за территорией города Хабаровска. Я имею в виду масштабные те свалки, которые... Хабаровский, Красамольский район. Куда, не доезжая полигона, да, наши КамАЗы там и так далее, вываливают крупногабарит, который собирают с контейнерных площадок, ну, и так далее. Строительный мусор. Берут, да, за это деньги, естественно, ну, не доезжают. Вот, знаете, сегодня ваша организация провела рейд, репортаж об этом выходил в новостях на губернии. В нескольких словах расскажу, о чем шла речь. Так, в самом центре города был обнаружен целый склад старых шин, бэушные покрышки хранились на территории бывшего завода Дальдизель. Как выяснилось, во время рейда принадлежат они предприятию по переработке шин, но хранятся с нарушениями. В частности, нет специальной площадки. К тому же шин так много, что если вдруг одна загорится, то может произойти ЧП районного масштаба. Теперь владельцу предприятия необходимо устранить все нарушения. К тому же надзорные органы займутся проверкой всех разрешительных документов. О свалках, которые практически всегда рядом, мы предложили рассказать и нашим подписчикам в Инстаграме. Виталина, что пишут люди? – Хочу отметить, что жалобы на свалки приходят в основном из городов, из сел и районов почему-то нет. Возможно, там нет такой проблемы, либо свалки менее заметны. В частности, приглашают эко-патруль в Комсомольск-на-Амуре. Буквально кричат о том, что практически напротив центрального входа в поликлинику номер 4 грандиозная свалка. Адреса дают также в Хабаровске. Вот интересный случай на улице Бойко-Павлова 1 во дворе дома устраивают свалку из коробок. Магазин, который находится в доме через дорогу. Вот как пишет автор комментария, магазин собирает эти коробки свои, выносит в контейнер во дворе дома напротив. Когда коробок становится слишком много, они их просто поджигают. Я знаю, что с такой же проблемой сталкивались в поселке имени Горького жильцы дома. И чтобы как-то бороться с, скажем так, негодяями этими, установили даже камеры видеонаблюдения. Вот еще один комментарий хочу зачитать. Немного печальный, наверное. Пишут, что никакие эко-патрули не помогут, потому что нужно заниматься культурой нашего общества. И вспоминают ситуацию после массовых праздников на набережной, когда КАМАЗами мусор вывозят с территории. Ну и, собственно, о чем говорится? Да мы все были свидетелями этого события. Безусловно. А вот, кстати, действительно, может быть, эко-патруль занялся бы пропагандой раздельного сбора мусора, например. Или, может быть, как раз-таки общением с предпринимателями, которые занимаются вывозом мусора, чтобы они все-таки задумались, довозили до свалки, не гонясь за длинным рублем. Ну, вы знаете, у нас основные перевозчики, те, которые имеют лицензию на обращение от ТКО, они, естественно, довозят тот мусор, который собирают до поликона. Этим занимаются частные предприниматели, просто физические лица, которые дали объявление в газету, есть спрос, есть предложение, есть покупатель. Поэтому здесь говорить о том, чтобы крупные организации этим занимались, наверное, будет неправильно. Я таких случаев еще, в принципе, не встречал. По поводу раздельного сбора этот проект давно работает, коллеги занимаются. Да, это одна из составляющих, конечно, и однозначно данная пропаганда, я думаю, она будет вестись и в дальнейшем. Кстати, вот говорили по обращению Бойко-Павлова 1-3-5. Сегодня мы буквально с утра туда выезжали, вот как раз после рейда. Вчера поступил сигнал, к сожалению, мы там ничего не обнаружили, но экипаж будет постоянно мониторить данные дворовые территории. Смотрите, ну все-таки вот вы же общественная организация, да? И по большому счету, ну, наверное, ну, каким-то спектром полномочий официальных вот ваши инспекторы не обладают. То есть необходимо работать все время в связке вот с государственными, там, либо с краевыми надзорными органами. Как выстроена здесь работа? То есть вы берете с собой в рейды или собираете информацию, направляете? Вот я повторюсь, каждый экипаж, в каждом экипаже у нас работает общественный экологический инспектор, который сдал квалификационный экзамен, который имеет соответствующее удостоверение, выдано оно было главным управлением регионального контроля и лицензирования, который имеет определенный ряд полномочий. Все-таки полномочия есть. Он не имеет право привлекать их к административной ответственности, там, и так далее, но ряд полномочий есть. За счет этого мы облегчаем работу наших контрольно-надзорных органов. Если поступает информация, вот, допустим, как сегодня, где нужно было совместно сразу выехать, да, с представителями надзорных органов, ну, в ряду, по ряду причин, то мы, конечно, оперативно они реагируют, всегда идут на взаимодействие, буквально в течение дня мы проходим процедуру согласования и выезжаем совместно. Вот вы знаете, насколько, кстати, заинтересованы те же ведомства, да, правоохранительные в отработке этой информации? Потому что я понимаю, что такой информации у них, наверное, немерено. И, может быть, если бы они хотели выявлять больше, там достаточно просто выйти из кабинета и свернуть на первую попавшуюся улицу и найти как раз-таки первое попавшееся нарушение. Так вот, я уже об этом говорил. Та численность инспекторов, которые есть сейчас в области экологического законодательства, она просто физически не позволяет данным сотрудникам. Они заинтересованы, они заинтересованы, но есть, еще раз говорю, понимание того, что можно успеть сделать, а что нельзя успеть сделать. Тот шквал обращений, который у них есть, а поверьте, там количество действительно очень большое, каждый инспектор загружен, он просто не позволяет ему выходить и, ну, как вы говорите, да, там повернуть налево, повернуть направо, хотя оно должно присутствовать, этот фактор. Вот для этого мы и стараемся отрабатывать, и сообщать, и сигнализировать, и подходить уже с каким-то объемом выполненной работы, для того, чтобы они успели быстро провести проверку в случае необходимости, привлечь виновное лицо и обязать его там устранить данное замечание. А вот вы знаете, мне интересно, проект некоммерческий, еще раз, да, повторюсь, но, тем не менее, текущие расходы-то есть, тот же бензин для патруля нужно куда-то доехать. Вот за счет чего такие организации, ну, в частности, ваши, живут, существуют? Ну, да, тут стоит отметить, конечно, финансирование, это в основном экологи, это неравнодушные люди, да, вот у нас в нашем некоммерческом партнерстве присутствует один из предпринимателей, который занимается обращением с твердокоммунальными отходами, то есть, да, те предприниматели, которые работают на этом рынке, для кого не секрет, они тоже заинтересованы в том, то, чтобы не было нестанционированных совалок, а весь мусор доезжал до полигона. Ну, потому что это для них это выгодно. Да, и поэтому они готовы идти на контакт, сейчас мы работаем еще с несколькими перевозчиками, и они готовы, так сказать, себе облегчить, да, жизнь себе, какую-то прибыль, да, получить от того, что мусор будет доезжать до полигонов, да, и, соответственно, будут приносить пользу той же экологии. Ну, то есть, это спонсорские средства, а грантовая поддержка в этом смысле существует? Грантовая поддержка существует, конечно, мы будем участвовать, я не буду озвучивать те цифры, которые есть, да, на данный момент, что предусмотрено в грантовой поддержке, не такие они великие, но, тем не менее, да, это одна из поддержек, которую мы, в принципе, тоже все рассчитываем. Нужна ли вам какая-то помощь, может быть, или волонтеров от жителей Хабаровского края? Или просто достаточно сообщать? Вы знаете, на данной стадии, я считаю, что достаточно просто сообщать, вот, просто сообщать. Еще просьба, наверное, да, если вы зафиксировали какое-то нарушение, пожалуйста, произвести фиксацию данного нарушения на тот же мобильный телефон. Этого вполне достаточно для того, чтобы привлечь потом это лицо, потому что есть факты, когда, да, вот мы видим свалку, лицо не установлено, ну, кроме того, чтобы предпринять меры по ее ликвидации, да, допустим, это будет или администрация района, или то лицо, на территории которого данная свалка, да, обнаружено несанкционирование, складирование ТКО, нужно, наверное, все-таки наказывать рублем, и мы будем говорить на уровне губернатора, мы поднимали этот вопрос уже, будем продолжать, что нужно вносить изменения в наш кодекс об административных правонарушениях, а конкретно вот именно в части экологического, экологических нарушений, и увеличивать те штрафы, которые на данный момент сложились. Потому что те цифры, которые мы имеем сейчас, это 2, 3, 5 тысяч рублей, ну, для юридических лиц немножко побольше, они, к сожалению, не пугают нарушителей. Не хочется работать, да, то есть... Ну, это все закладывается в целом. Получается, если сопоставить, да, вот он не довез там грузовик мусора, да, полигона, да, не заплатил, ну, поймали его, он, в принципе, тот же самый штраф и заплатил. Ну, а поймали-то один раз там из 100, из 50, то есть, в принципе, все явно открыто. Если штрафы будут на порядок выше, то и люди задумаются, те же так называемые предприниматели черные, да, которые занимаются такими делами. Ну, что ж, спасибо большое, желаем успехов в вашей работе. Телезрителям я напоминаю, что у нас в студии был Михаил Шереметьев, руководитель проекта «Центр по охране окружающей среды «Экопатруль». Это новая для нашего города и для нашего края организация. Связаться с ней можно по телефону 600 035. Не просто связаться, а сообщить о том, если вы вот видите какую-то несанкционированную свалку, грязную малую речку, в которую сливают нефтепродукты. Ну, в общем, все нарушения, которые связаны с экологией, принимаются в том числе вот по этому телефону. Еще раз напомню его. 600 035. Михаил, спасибо, что пришли к нам. Мы рассказали о своем новом детище. Спасибо. Хорошо. Ну, а после рекламы мы расскажем вот о чем. Красивые автономера хотят продавать через портал госуслуги, а Хабаровск попал в очередной топ-10 лучших городов. Подробности через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин